Сегодня поговорим немного о монетизации на Яндекс.Зен, вернее о проверке, которая проходит канал перед тем, как ему включат эту самую монетизацию. И то, что я сегодня покажу и расскажу, не очень обрадует тех, кто эту самую монетизацию ждет, либо в ближайшее время будет ждать. Но, как говорится, из песни слов не выкинешь, поэтому показываю все как есть. Зачем? Ну просто Яндекс.Зен мог бы более лояльно, более как-то по-человечески относиться к авторам, которые пишут на его каналах. В общем, это Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится и мы начинаем. Странно, но некоторые до сих пор не знают, что для подключения монетизации недостаточно набрать 10 тысяч минут, нужно еще пройти дополнительную проверку на соответствие Яндекс.Зена требованиям. Ну то есть раньше все было намного проще, когда я заводил еще свои каналы, то никакой проверки дополнительной не было. И там даже 10 тысяч минут не было, нужно было набрать 7 тысяч дочитываний, потому что и видео на Яндекс.Зен еще не было. 7 тысяч дочитываний набираешь, тебе сразу включают монетизацию, отправляешь документы на проверку, документы как бы проверяют, если все нормально, то все, тебе сразу включают монетизацию, ты можешь выводить деньги. Единственная проблема, что ограничивали за любые нарушения, так же вот строго. Так вот, сейчас так просто монетизацию подключить не получится. Ты набираешь 10 тысяч минут и ждешь, когда проверят твой канал. И если с ним что-то не так, то проверка может затянуться и тебе могут ее отклонить. Отклонить монетизацию, я имею ввиду, а не проверку. Вот, сами они заявляют, что если канал не проходит проверку, если с ним что-то не так, то они пишут автору, что мол, ну извините, вы не прошли проверку. Но на практике, на самом деле, это все не совсем так работает. На мой взгляд, то, как это работает, это вот сущее неуважение к авторам. Почему я так говорю? Ну, просто я вам хочу показать один конкретный пример. На одном конкретном канале, скажем так. Давайте для начала ознакомимся с этим самым каналом. Канал этот про приготовление пищи, называется Альберт Инсапов. Это мой знакомый, сразу скажу. Поэтому он мне предоставил доступ к каналу и доступ к общению с техподдержкой. Ну, то есть его переписке с техподдержкой. Давайте посмотрим для начала, что за канал. Канал про готовку еды. В общем, тут видосы. Видосы про приготовление. Видосы уникальные. То есть он сам снимал, как готовят блюда. Но начинал он на этом канале. Почему, собственно, проблемы с каналом и возникли. Начинал он со статей здесь. Давайте посмотрим самые первые статьи. То есть тут есть статьи про аниме, тут есть статьи про безопасность сети, про обман на деньги. Вот, кстати, если посмотреть, то вот этот вот заголовок, обман на деньги в ВК, неужели еще люди попадаются на эту простую ловушку? Заголовок очень похожий на кликбейт. Возможно, с этим возникли проблемы с одобрением монетизации. Или вот первый, один из первых заголовков. Заработок. Поздно ли начинать думать об этом или пусть все идет своим чередом? Понятное дело, что крупные каналы, которые давно уже раскручены на Яндекс.Дзене, они не брезгуют использовать такие заголовки. Им часто за это ничего и не бывает. Но здесь канал совершенно новый, еще не прошел монетизацию, как бы, вернее, одобрение монетизации. И рисковать, конечно, так не стоило. Но когда человек начинал, он вообще не представлял, что там правила Яндекс.Дзена из себя представляют. Какие не должны быть заголовки, какие не должны быть заголовки. В общем, вот эти первые статьи, вот он их написал, но набрал минуты, он именно с видео. Ну, то есть сейчас вот дату, если посмотреть, любую статью открыть, вот, допустим, вот эту. Кстати, уникальная статья, 17 марта она была написана. Как видимо, он сам себе лайк тут поставил, и, собственно, больше никто и не поставил. Ну, не суть. Фото уникальные, то есть фото он сам делал себе. Вот это, кстати, фото перевернуто. Но, тем не менее, вот эта вот статья нормальная. Ну, если не считать ошибки орфографические некоторые. В общем, где-то весной он преодолел порог монетизации, 10 тысяч минут, и написал в поддержку, что так и так. Когда мне ее включат, ему сказали, что канал на проверке, ждите. Причем видео у него довольно неплохо набирали, то есть вот последняя статья была опубликована, когда у него? 7 мая. То есть человек где-то в середине весны набрал 10 тысяч минут, ему сказали, ждите монетизацию, ждите одобрения монетизации. С тех пор он ничего больше не публиковал, что является, на мой взгляд, ошибкой, потому что я считаю, что периодически нужно что-то на канал публиковать. Но, тем не менее, он решил, раз монетизации нету, значит, как бы и нечего стараться, пока вот ее подключат, тогда я и буду выкладывать. В общем, ждал он, ждал, ждал он, ждал. Прошло где-то 8 месяцев, то есть за 8 месяцев ему не подключили монетизацию и не прислали отказ в подключении монетизации. То есть, почему я говорю, что это хамское отношение к авторам? Потому что, ну скажите человеку, что стоит ему ждать вообще или не стоит ему ждать? Вы сейчас, конечно, можете сказать, что я выгораживаю своего товарища, своего друга, потому что он как бы не писал, ему надо было писать, ему надо было привести канал в порядок. Я его не выгораживаю, то есть, понятное дело, что первые статьи у него не очень, понятное дело, что у него там на канале очень много проблем, но тем не менее, напишите хотя бы, что исправите ошибки. Или там, не знаю, канал не проходит проверку, потому-то, потому-то, потому-то. Или там напишите прямо, что раз ты не публикуешь, то тогда, блин, мы и затянем эту проверку. Но затянем, опять же, до каких пределов? 8 месяцев это довольно большой срок. В общем, он им написал в поддержку, что такое, что с моим каналом. Ему написали следующее в ответ. Здравствуйте, чтобы вы могли монетизировать свой Дзен-канал, на нем появились рекламные блоки, вам нужно заключить договор с нашей платформой. Для заключения договора необходимо совокупное выполнение следующих условий. Дальше тут, что Дзен преодолел порог в 10 тысяч минут, это понятно. Потом нужно дождаться проверку. Уточню, что успешное прохождение проверки является обязательным условием для подключения монетизации. Заявки проверяются в порядке очереди, но каждый случай индивидуален. Поэтому назвать сроки достаточно сложно. А прошло 8 месяцев. Проверка проводится в максимально возможные короткие сроки. Максимально возможные короткие, блин, сроки. При этом максимальный срок условиями не ограничен. Не переживайте, повторно набирать необходимое количество минут не потребуется. Если вы прошли порог, система учтет данную информацию. Если проверка пройдет успешно, вам станет доступна возможность заполнить анкету в редакторе для заключения договора с Дзеном. С уважением. Ну, товарищ не понял прикола и подумал, что ему надо повторно проходить вот эту вот проверку. Он ему написал, типа, здравствуйте, 8 месяцев назад я данную отметку в 10 тысяч минут преодолел. И ждал монетизацию. Вот все было безуспешно. Безуспешно не так пишется. Ну ладно. Теперь мне заново преодолевать его и ждать вновь. Ему пишут, что здравствуйте, наша система автоматически фиксирует достижение 10 тысяч минут за 7 дней. Заново набирать необходимое количество минут не нужно. Еще раз напоминаю, что для монетизации опять то же самое. В общем, он написал, как только все необходимые процедуры будут пройдены, к вашему каналу будет подключена монетизация. Как только будут пройдены, еще 8 месяцев подожди. Если у вас остались еще какие-либо вопросы, пожалуйста, ответьте на это письмо, и я с радостью помогу вам. Он пишет, что условия понятны, но уже набирал 10 тысяч минут и ждал монетизации, писал в поддержку. Меня уверяли, что просто надо подождать. Но подожди еще. И мы пишем, здравствуйте. Сейчас ваш дзен канал находится на дополнительной проверке, которая, согласно оферте, является необходимой для заключения договора с дзеном и появления рекламных блоков на канале. Если дзен канал успешно пройдет проверку, вам станет доступна возможность заполнить анкету в редакторе для заключения договора с дзеном. В общем, так и не сказали, сколько ему ждать, нужно ли ему вообще еще ждать. Такое ощущение, что просто его канал отложили на полочку и сказали, а, пускай там стоит, мы другие каналы будем проверять. Ну, оно и понятно. Скорее всего, проверяют те каналы, которые, во-первых, сейчас активно что-то постят, во-вторых, у которых минимум нарушений, либо вообще этих нарушений нет. Из этого мы можем сделать следующие выводы, что если хочешь подключить монетизацию, то даже первые статьи, которые ты написал, должны быть без каких-либо таких вот двояких толкований. Они должны быть предельно вот не нарушающие правил. И даже после того, как ты набрал 10 тысяч минут, даже после этого тебе нужно продолжать публиковать контент. Чтобы дзен все-таки видел, что ты чем-то занимаешься там, а не так вот выложил статьи и сидишь ждешь. Если сидеть ждать, то вот 8 месяцев прошло как бы и можно и дальше ждать еще 8 месяцев. Товарищ меня этот спросил, стоит ли ему сейчас заводить новый канал на Яндекс.Зене или можно что-то с этим сделать. На самом деле, я считаю, что можно с этим тоже сделать многое. Давайте опять зайдем на канал и посмотрим, что там сейчас можно изменить и опять написать в поддержку, чтобы они пересмотрели свое отношение, скажем так. Я, конечно, не уверен, что это поможет, но вот давайте как раз эксперимент и проведем. Ну, если, конечно, товарищ выполнит мои рекомендации, которые я сейчас озвучу. В общем, возвращаемся на канал и смотрим, что у нас тут. Давайте откроем самую первую статью. А что, если бы мечты о нереальном? Какая-то абстрактная статья, непонятно вообще о чем она. Вот, смотрим. Вот здесь вот почему-то ссылка на что-то. Что точно случится рано или поздно, я просто стану подопытный крысой. Подопытный. Куда, интересно, ссылка ведет? Ссылка ведет на словарь. А, я понял. Видимо, товарищ написал слово подопытный и скинул ссылку на словарь, чтобы доказать, что подопытный именно так и пишется. Подопытный крысой. Смотрим словарь. Подопытный мужской род действительно пишется подопытный, а подопытная женский род пишется так, подопытная. И, видимо, он решил, что раз он мужчина, значит правильно писать подопытный крысой. Но на самом деле это не так, потому что подопытная женский род, а крыса это как раз женский род. В результате здесь у нас орфографическая ошибка. Правильно писать подопытная крыса. Вот подопытный кролик, если бы тут было тогда, да, подопытный. Ну ладно, что, я к орфографии прикопался. В общем, здесь вот не нужны вот такие абстрактные заголовки. Собственно, если канал про готовку, то стоит, наверное, оставить только статьи про готовку. Вот эти вот заголовки обман на деньги в ЭК, неужели люди еще попадаются на эту простую ловушку? Вот это вот на эту простую ловушку? Или там хорошие новости для тех, кто любит аниме? Они, наверное, здесь не очень нужны. Статьи эти все равно больше не крутятся. CTR у них никак не увеличишь. Можно их либо вообще удалить, вот, допустим, вот эту статью удалить, либо изменить заголовок так, чтобы к нему никаких вот претензий вообще точно не было. Типа обман на деньги в ВК, когда со взломанных страниц вас просят скинуть им деньги. Что-то такое. Ну, собственно, а если статью не особо дорожишь, то можно ее вообще удалить. Я так понимаю, вот в этих статьях, как обманули на деньги с починкой ноутбука, вот это вот фотки вообще с фотостоков, как бы ценности в них особой-то и нету. Хотя вот текст он тут много написал, возможно, ему и будет жалко эту статью, так что можно тоже вот чуть-чуть подправить заголовок, чтобы из него было понятно, что к чему, и нормально. Но в идеале, прям вот если совсем в идеале, я бы, наверное, вот на этом канале оставил чисто статью вот эту вот, но перелопатил бы там весь текст и сделал его там читаемым, более читаемым, более интересным. Дальше, потом, что еще бы оставил здесь на канале? Вот эту хоть и про готовку я бы ее отсюда убрал, потому что тиктокер какой-то, тиктокер раскрыл, то есть не про себя пишешь. Вот эту бы оставил, учимся готовить полуфабрикаты перед глобальной изоляцией, потому что здесь и фотки уникальные, и как бы он свой опыт описывает. Ну и, в принципе, остальное-то здесь вот не особо-то и нужно. Несколько статей про готовку, видосы про готовку, видосы вообще бы все про готовку оставил, если они уникальные, а я так понимаю, они здесь все уникальные у него. Вот, собственно, и работы-то тут не очень много, то есть убрать статьи, которые не очень подходят под этот канал, выложить пару новых видосов как бы, ну и в оставшихся статьях, сколько у нас их тут получилось, две или три статьи, проверить текст, исправить все ошибки в тексте, более как бы его так интересно подать, и, собственно, все. После того, как данный канал будет приведен в порядок, как все там нормально станет, выложить несколько статей, может быть, даже несколько видосов, и написать опять техподдержку, сказать, так и так, ребята, ну давайте посмотрите мой канал, потому что 8 месяцев я уже жду, я его исправил, я вот поработал над ним, я готов и дальше публиковать на нем материалы, посмотрите, пожалуйста. Если они и после этого его оставят ждать еще, скажем, 8 месяцев, то это уже будет не хамство с их стороны, а прямо-таки, можно сказать, свинство. Но вообще я хочу сказать, что это огромная, большая проблема Яндекс.Дзена — отсутствие прозрачности. То есть авторы не знают даже у тех, у кого есть монетизация, какие у них статьи забанены, на каких статьях есть нарушения. Если на канале есть ограничения, то авторы узнают об этом ограничении только когда у них либо реклама снимается, либо когда у них заработок совсем пропадает. Ну то есть что это за дело, когда ты даже не знаешь, какие у тебя статьи ограничены, какой у тебя канал ограничен или нет, приходится писать техподдержку и спрашивать, а все ли нормально у меня. Они, конечно, обещали сделать такой пунктик в меню, там нажимаешь и появляется ограничение на канале, есть ли ограничение. Но на самом деле вот у меня три канала и ни на одном канале нет такой вот штуки. У некоторых вроде есть. Но, блин, видимо они сдали только некоторым авторам, у которых, в принципе, с каналами и так все в порядке. Ну и какой тогда в этом смысл, если пункт о нарушениях дается авторам, у которых нет этих нарушений? Тут скорее наоборот, нужно дать его тем, кто часто нарушает, у кого появляются такие нарушения периодически на канале, у кого статьи несправедливо банят. Вот это самая главная проблема, когда статью банят, ты им пишешь поддержку, они там несколько дней, когда уже показы активные у статьи проходят, они пишут, что так и так, извините, мы по ошибке рекламу вам сняли, и там по ошибке вам статью ограничили. Но время-то уже упущено, доход упущен, как бы, ну и что с того? Что вы извинились, и я узнал, что у меня ограничения были несправедливо наложены. В общем, не хватает вот этой вот прозрачности, чтобы авторам говорили, чтобы авторы не сидели в неведении, чтобы они не гадали, чтобы они знали. Я понимаю, что, в принципе, ни один Яндекс.Зан этим грешен. На Ютубе, в принципе, тоже, если ты выкладываешь какое-то видео, там, ну, начинаешь свой канал, проходишь вот этот порог монетизации, там 1000 подписчиков и 4000 часов просмотров, и тебе не говорят, что вот скоро ваш канал проверят, или не скоро ваш канал проверят, могут также несколько месяцев тебя в неведении держать. Но у Ютуба, помимо вот этого вот большого минуса, есть очень много больших таких плюсов, которые у Яндекс.Зана часто не встречаются. Так не лучше ли Яндекс.Зану все лучшее перенять у Ютуба, а худшее, как бы, оставить, пускай там и будет. В общем, если вы мне сейчас пишете и спрашиваете, типа, неделю назад добрал 10 тысяч минут, поддержка молчит, когда мне включат монетизацию, то, ребят, я не знаю, это не знает даже сама техподдержка. Зависит от того, какой у вас канал, что у вас на нем за статьи, какой у вас там материал, и как часто вы их потом выкладываете, после того, как преодолели этот порог. А вопросов таких приходит довольно много, так что Яндекс.Зану, ну, сделайте уже более открытую и понятную для людей систему. Что касается канала моего товарища, посмотрим. Давайте такой эксперимент проведем, если он исправит все эти ошибки, если напишет техподдержку, то стоит посмотреть, одобрят ли ему после этого монетизацию, и вообще, сколько его заставят после этого ждать. Надеюсь, я никого этим видео не расстроил. Если у вас с каналом все в порядке, то проверку вы должны очень быстро пройти, потому что я знаю тех, к тому подключали буквально через день. То есть он подавал заявку, вернее, не подавал, проходил порог, и ему буквально через день подключали монетизацию. Так что преждевременно расстраиваться не стоит, но если у вас канал такой вот довольно серый, если на нем много каких-то статей и заголовков, которые на грани нарушения, то, возможно, проверка может у вас затянуться. Ну, а у меня на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте нравится, на инстаграм тоже подписывайтесь. До новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok